Доброе утро! Мы с вами на днях говорили про кинотерапию. Я рассказывал, что кино – это великолепный инструмент для воздействия на мышление и поведение другого человека. Зная, в какой ситуации какое кино показать тому или иному человеку, можно за полтора часа добиться больших результатов, чем за 10 часов психотерапии или 100 часов домашнего выноса мозга. Нужно только знать, что, когда и кому показать. Где искать эту информацию? Не буду оригинальным. Гугл вам в помощь. Или Яндекс. В интернете есть все. И я не буду на этом останавливаться. Я хочу сегодня, а может быть и не только сегодня, поделиться своим опытом кинотерапии. Да и то не всем, а принципиальными моментами. Скажем, самым лучшим фильмом для подростков, которые переживают переходный возраст, знаете, наверное, как невосприимчивые подростки к любым словам и нотациям близких в этот возраст. Так вот, самым лучшим фильмом для подростков, обязательным, к просмотру для каждого, я считаю старый французский фильм «Бум» 1980 года. То есть ему уже 36 лет. Их, кстати, два. «Бум-1» и «Бум-2» с юной Софи Марсо и волшебной музыкой. И простите меня за подростковый сленг. Оба лучше. Этот фильм, как камертон, настраивает подростковое сознание на то, чтобы максимально легко, с минимальными потерями пережить трудный переходный возраст. Он снимает жуткое эмоциональное напряжение, связанное с тем, что подросткам кажется, что то, что они переживают, совершенно уникально. Разумеется, никто и никогда еще этого не переживал. И не сможет их понять. И они совершенно не знают, что с этими переживаниями делать. Фильм показывает жизнь сразу трех поколений, про родителей, родителей и детей. Показывает точность, юмором и совершенно ненавязчиво. И, как пишут потом подростки в своих чатах, фильм заставил меня задуматься о многом и поменять свое отношение к жизни, к близким людям. Фильм привел к переоценке ценностей. Спасибо всем, кто снимал картину. А через 20 лет уже взрослый ребенок скажет спасибо вам, вовремя подсунувшим этот фильм ему. Ну и, конечно, сами не забудьте посмотреть, если не смотрели. С добрым утром!